Я буду говорить на бенгальском, хорошо? Идёт спор между хинди-говорящими бенгальско и говорящими на бенгале. Так как на хинди говорят большие спикеры, я буду говорить на бенгале. Идёт спор между хинди и г Krave, я буду говорить на бенгале. Идёт спор между хинди и грибами. Идёт спор между хинди и грибами. Все вместе. Половину я скажу на Бенгале, половину на хинди. Под руководством Шигуру Вайшнавов Мы совершаем Шевраджа Мандала Парикрама, и мы пришли вместо Шри Говинда Дева. Утара Деви рассказала историю Говинда Деви про Джанатху. Как Говинда Деви искусным образом играет на флейте. Что слушая мелодию во флейте, воды Емуны начинают видеться искусным образом. И предлагает цветы лотоса к его лотосным стопам. Как телята пьют молоко из вымени их матерей коров. И они перестают пить это молоко, и молоко начинает стекать по их рту. Они просто замирают, подобно статуям. И тогда Браджанат спросил свою бабушку. Я бы хотела услышать больше Кришна Катхи, выслушав сказания Господа Кришны. Он знал, как выглядит Говинда Дев. Говинда Дев изящно изогнат в трех местах. Итак, Кутера Деви описывала, как выглядит Говинда Дев. И это божество Говинда Дева. Это божество Говинда Дева олицетворяет лотосное лицо Кришны. Мадана Махан олицетворяет лотосные стопы Шри Кришны. А Гопи Нат в точности являет прекрасную грудь, могущественную грудь Кришны. Итак, Браджанат утвердил в точности, что Говинда Дев Говинда Дев, Джаеши Говинда Гопинат Мадана Махан. Если мы отправимся к Говинда Деву, как бенгальские преданные в Бенгалии постоянно говорят, что Говинда Дев, Джаеши Говинда Дев, Джаеши Гопинат Махан. Итак, Шиларупа Гасвами Патт явил это божество, раскрыл это божество. Поскольку долгое время это самопроявленное божество, которое было скрыто, и Шиларупа Гасвами Патт обнаружил это божество, раскрыл это божество, поскольку в то время влияние мусульманского царя было настолько сильно, было разрушено много храмов, и все было скрыто. Что ты сама крутишь? Я знаю. Я знаю. Задняя часть этого храма находится тело, и множество писаний описывают, что это йога Питха, в этом месте появился Говинда Дев. И это место, все время приходят коровы и раздают свое молоко этому месту. И таким образом это символически явлено, что это место йога Питха, истинное место явления Говинда Дева. Теперь я буду говорить на хит. Шичитань Махапрабху попросил о четырех вещах своих, Гасвами, Рупу Гасвами, Санатана Гасвами, и остальных. Бабти Гранха, Пранаян, Лабха Тиртха, Паудар, чтобы раскрыть святые места, установить божеств, написать Гранхи и установить Ваш Навасадачар. В этом месте Шилу Рупу Гасвами находился, и Говинда Дев явился к нему и спросил, «О, чего ты такой несчастливый?» Здесь сюда коровы приходят, автоматически из их вымени проливается молоко. И вот в этом месте Говинда Дев был проявлен Шилой Рупой Гасвами Падом. И так Шилой Рупой Гасвами Пад обнаружил Говинда Дева. Он написал наставление, «Он говорит, пожалуйста, не отправляйтесь никогда в Мадхуру». Но если вы отправитесь в Мадхуру, вы должны помнить об одном. Ни в коем случае не отправляйтесь во Вриндаван на Кешигат. Я предупреждаю вас, если вы каким-то образом достигнете Кешигата, там находится неподалеку храм Говинда Дева, то тогда ни в коем случае не приходите к нему, не касайтесь своими стопами этого места, не ходите туда. Но если вы все-таки пришли в это место, будьте осторожны. Не получайте Даршан Говинда Дева. Не получайте Даршан его павлинива пера в голове. Не слушайте мелодию его флейты. Не слушайте мелодию флейты Говинды. Если вы услышите мелодию флейты Говинды, что произойдет тогда, если вы получите Даршан такого Говинда Дева, ваше сердце будет поражено с перелой Говинда Дева, оно будет похищено. Если кто-то получит Даршан такого Говинда Дева, его улыбку, он полностью забудет обо всем. Такая личность больше не вернется назад домой. Поэтому Шиларупа Госвами подпредупреждает. Будьте осторожны. Если вы хотите наслаждаться своими семьями, жить счастливо в материальном мире, продолжайте. Шилла Гурадев говорил, если вы придете в это место, вы уже не вернетесь назад. И вот сейчас мы сидим в этом самом месте с вами. И Шилла Гурадев говорил, Вы приезжайте сюда, но у вас есть обратный билет. Но что с вами будет, если вы получите Даршан Говинда Дева? Здесь особое божество Говинда Дева, Виграха. И когда вы действительно получите его Даршан трансцендентными глазами, тогда вы больше не вернетесь назад домой. Все желание наслаждаться материальным миром будет разрушено. Один ученик Рамануджи Ачари был привязан к проститутке. Однажды, проститутка пришла в храм, чтобы получить Даршан Господа. Он шел за ней, шел спиной вперед и смотрел в лицо проститутке. Но эта проститутка в действительности была предана, и она хотела получить Даршан Говинда Дева. Она смотрела в храме на Токураджи, но этот разбойник, он стоял спиной к Токураджи и смотрел в лицо проститутке. Рамануджи Ачари сказал ему, «О, ты стоишь спиной к Божеству, ты развернись, получи Даршан Господа». И этот Рамануджи Ачари спросил, «Если я явлю тебя более красивый Даршан Божественный, чем твоя жена, что ты будешь делать? Тогда я предамся вам и приму вас в прибежище». И таким образом они заключили сделку. И когда Даршан был открыт Божества по милости, Рамануджи Ачари, он получил истинный Даршан Токураджи, с этого момента он больше не смотрел в лицо своей жены и полностью предался своему Горудеву. «Это материальное тело состоит из таких материальных элементов и наполнено кровью, стулом, мочой и прочими нечистотами. Когда вы говорите, изо рта может выходить дурной запах. Это просто мешок с испражнениями, которые очень красивым образом покрывают кожу. Если вы молитесь напротив Господа, «О Господь, пожалуйста, яви истинный Даршан мне». Имя этого Божества «Го Винда». Что означает? «Го» означает чувство. «Го» означает знание «Го», «Гопи», «Гоу» коровы, «Гоу Винда» «Тот, кто дарует счастье всем жителям Враджа, коровам, «Гопам», «Гопи», «Кто поддерживает всех». И Кунти Деви, она объясняет, «Кришна дарует счастье всем, счастье и блаженство всем и каждому». Подобно тому, как Гоу Винда дарует счастье и удовольствие Шимати Рады, только ранее. По этой причине его зовут Говинда Дев. Во Вриндаване три божества Говинда Гопина от Гамадана Махан. Этим трем божествам наши Гаудио Вашнавы считают главными и Мадана Махан был явлен Шилосонатана Гасвами Падам. Шилорупа проявил Говинда Деву. И эти три божества олицетворяют собой Самбанго, Абхидею, проявленные и проявленные Искусственным образом эти три ситханты объясняются, почему нам необходимо практиковать Кришна Бхакти, в чем нужда в этом, что описывают наши Гранхи в Писании. И в Брихадь Бхагаватамрите описываются все Самбанда, Гьяна, Бхакти Расамри Дасинду, наша Абхидея, Татва. Брихадь Бхагаватамрита, Самбанда, Татва. В этой шлоке Паутова. Как преданные контролируют меня своим Бхакти, никто другой не способен делать это. Только Бхакти даруют взаимоотношения с Господом и делают нас очень близкими и дорогими к Богу. И здесь искусственным образом объясняется, что необходимо быть однонаправленным в своем Бхакти по отношению к Господу. И Шилару Пагасвами Пат описывает наивысшее определение Бхакти. Кто-никто не смог даровать такое определение Бхакти, как Шилару Пагасвами Пат. Искусственным, изящным образом он пишет определение Бхакти. И в этом определение все даровано Анье Белашито. Первое слово здесь Анье Белашито. Шиньям. Свою преданность. Все свои материальные желания мы должны направить на Господа. И приводится пример. Даравпади она возвышенная преданная Кришне. Ситханту. И все желания гьяны. Так какой же гьяну нужно ставить? И внешне казалось, что мама еще доделать что-то не Кришне. Но в действительности она являет высшей Бхакти. Она спастила Кришну со своих колен, чтобы спасти молоко, из которого она приготовит множество блюд Кришне. И поклоняться Шримати Радхаране. Тогда мы обретем Бхакти. Кришне. Как наш Ачаря Шиларупа Госвами подсказал, что если вы получите сины Дашан Говинда Дэва, больше не вернуйтесь назад за домой. Мы молимся у лотосных стоп Говинда Дэва, чтобы мы больше никогда не вернулись назад домой и получили его Дашан. Поднимите свою руку, кто не хочет возвращаться назад домой. Тот, кто не хочет вернуться назад домой, поднимите руку.